Всем привет! Сегодня третий день моего участия в проекте Неделя довязывания недовязывания от Яны с канала Яна Вяжет. Третий день мы с ней довязываем свои заброшенные проекты. Сегодня у меня плечевое изделие. Плечевое изделие из дроб с букле. У меня, я заметила, что мои проекты почему-то запрасывались именно в июле. И предыдущий платок забросился в июле. Ну, не забросился, а переделывался. И затем я долго собиралась с духом. Носочки в июле были заброшены. А этот был заброшен в июле, но аж 2018 года. Я связала этот джемпер. И так он у меня лежал в шкафу. Мне надо было переделать спинку. Значит, это дроб с букле Unicolor. 80% альпака, 15% шерсть, 5% полиамид. Все, скорее всего, знают все о дроб с букле. На всякий случай озвучу. И метраж у него 140 метров на 50 грамм. Вяжу я на спицах 5 мм. А резинка у меня внизу. Резинка такая на спицах 4 мм. Так вот, в чем у него проблема? Я сейчас покажу две фотографии. Мне надо переделать спинку. Мне не хватило укороченных рядов по спинке. И спинка получилась немножечко задранной. Это моя распространенная проблема. Вот, сейчас вы все увидите. Собственно, что мне нужно сделать? Так как это сшивное изделие, я вязала его снизу вверх и сшивала. Плечья сшивала петля в петлю. Ну, в принципе, на букле сойдет. Хотя на будущие петля в петлю сшивать не буду. Буду делать плечевой шов. Так вот, мне надо обрезать резинку, найти каким-то образом в этих бухлях петли, поднять петли и довязать дальше уже сверху вниз. Необходимое количество укороченных рядов по спинке. И связать резинку и закрыть. Собственно, все. Проблема, наверное, будет заключаться только в нахождении петель, которые надо. Надо надеть на спицы 5 миллиметров. Ну, посмотрим, что получится. Увязать я буду на чагу. Кстати, хочу показать лайфхак. У меня нет специальных вот этих сердечек, которые идут в наборах. Ну, отдельных можно купить. Ну, у меня, конечно, есть защелка. Все как полагается. Но нет вот этих резинных сердечек. Что я делаю? У меня есть спортивная лента из декатлона. Обычная лента для фитнеса. Так вот, я отрезала от нее кусочек. Придерживаю и закручиваю. Вот такая штука, чтобы мне проскальзывала спица. Может кому-нибудь понадобится такой лайфхак. Лайфхак. Вот, я думаю, что, в принципе, сегодня я, возможно, справлюсь с этим и доделаю этот джемпер, наконец, спустя два года. Ну, поглядим. Увидимся вечером. Ну, что, у меня уже глубокая ночь. У меня все готово. Я очень этому рада. Такое ощущение, как будто у меня за один день вдруг внезапно появился свитер. Как будто бы я джемпер, точнее, как будто бы я его просто связала за один день. На самом деле он столько времени лежал и ждал переделки, что я просто уже забыла про его существование. Довязала укороченными рядами спинку. Немножечко добавила укороченных рядов по переду. И теперь мне просто очень нравится, как он сидит. Все вообще замечательно в нем. Такие спущены рукава. Постараюсь показать итоговый результат на фото или кусочек видео вставить. Продолжение следует... В общем, я довольна. Но, как я мучилась, пытаясь найти эти петли, у меня два с лишним часа ушло просто на то, чтобы отрезать резинку и чтобы насадить петельки на спицы. Это просто был какой-то кошмар. Во-первых, букле. Во-вторых, я очень много убирала нитей. В общем, это было сложно рассказать. В двух словах не получится. Это надо иметь склонность к особой форме мазохизма, чтобы этим заниматься. Ну ладно, шутки шутками. Все-таки я добила этот джемпер. Я все сделала. Я с собой очень довольна. Ну все. Пока. Увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok